Десять утра. Чё ты теперь делаешь? Десять утра я не пойму. Ну а на самом деле спасибо. Я не знаю, вас специально загнали сюда или вы по собственной воле пришли. Кто по собственной воле? Не, не, не так. Кого загнали сюда? Ну честно. Понятно. Не, ну естественно, мы же приехали, лекции давать, а не просто так. Давайте я покажу видео, которое мы делаем. Одно из видео, которое мы сделали за последние шесть лет. Одно, наверное, из самых удачных. Ну для тех, кто не понимает, чем мы занимаемся, а те, кто знает, просто шерстно сладится просмотром. Ну заодно технику проверим. Представьте себя на месте президента какой-нибудь могущественной страны, которая уже много лет конфликтует с другой такой же могущественной страной. В любой момент конфликт может превратить территорию вашей страны в поля из атомных греков, удавляемую миллионами жизней и ни в чем не повинут людей. Что поделать, если со всеми соседями по планете вам повезло. С вашими гражданами постоянно висит угроза ядерной войны. Что вы будете делать, как президент, чтобы обезопасить свой народ? Нужно построить сеть манер, по которых сможет быстро добраться житель каждого города и района. Но как построить тысячи секретных убежищ, о которых с детства знал у каждой гражданин вашей страны и при этом не привлечь внимания неприятеля? Хочешь спрятать хорошо? Положи на самое видное место. Так появился проект Макдональдс. Бункеры, замаскированные под рестораны быстрого, а главное – дешевого питания, стали решением в племы, висевшей над США десятки лет. Гениальное прикрытие цели строительства и ценовая политика превратили Макдональдс в единственную в истории сеть секретных бункеров, которые приносят огромный прибыль. На территории США действуют более 15 тысяч так называемых ресторанов Макдональдс. И об их расположении в своем городе с детства знает каждый американец. Взращены целые поколения, для которых найти ближайший Макдональдс проще, чем ближайшую церковь. В случае военной угрозы властям не придется долго объяснять, где находится убежище. Власти просто пошлют людей в ближайший Макдональдс. Добавьте сюда более 15 якобы конкурирующих сетей фастфуда и 20 тысяч Макдональдсов, открытых по франшизе в других странах. Превосходное прикрытие, чтобы полностью отвести от себя ненужное внимание. Макдональдс умеет это как никто другой. Сеть подземных бункеров с развитой инфраструктурой, расположенной под ресторанами Макдональдс в США, позволяет укрыть более 100 тысяч человек одновременно от военной агрессии даже самого могущественного противника. Гениальное решение. Теперь, когда ты знаешь правду, ты обязан помочь своей стране. Распечатай адреса всех ресторанов Макдональдс на территории США. Отнеси распечатку в ближайшее расположение ракетных войск в твоем городе. Покажи им этот ролик. Адреса всех ресторанов Макдональдс на территории США вы можете найти на нашем сайте. Реализуй свое право на патриотизм. Я стараюсь, чтобы я подкометирую. Этот ролик является рекламой Слигера 2011. Предыдущего Слигера. Если я зайду на сайт, адрес которого указан в конце ролика, то попадете на страничку, где написано, что авторы ролика не знают наверняка, есть ли бункеры. А так тяжело, так надо поворачиваться. Мне на шее концы болит. Авторы ролика наверняка не знают, есть ли бункеры под Макдональдсом. Но авторы ролика наверняка знают, что еда из фастфуда очень вредна. И чтобы задуматься на здоровье, было бы неплохо приехать на «Беги за мной». И ссылка на «Беги за мной». Сейчас просто такое время, когда тяжело зрителя удивить, потому что с каждым днем становятся все более и более изысканные. Вы приедете смотреть и на что реагируете. Поэтому приходится выбирать иногда очень странную форму. У этого ролика сейчас забавная история, мы показывали его. К сожалению, мы немножко ограничены в интернете. Не можем показать вам что-то большее, чем три ролика, которые были скачаны заранее до этого. Вот поэтому мы немножко на словах описали. Этот ролик был показан на встрече Медведева с интернет-деятелями, среди которых были мы. И вот забавно очень. Ролик начинается с фразы «Представьте себя на месте президента какой-нибудь могущественной страны». И Медведев очень сильно опрягся, когда услышал эту фразу потом про ядерную войну и потом, когда услышал про Макдональдс. В общем, задобавная была очень реакция. Потом, если хотите посмотреть, я вам сейчас нарисую в пейнте. Сейчас я Руслана прошу нарисовать в пейнте. Адрес чего? Рисую в пейнте. Адрес канала. Нет, забавнее бы это все сделать в пейнте. Начинали мы... Ладно, я сейчас по кулисам дорисую. Кто из вас снимал видео? Кто из вас укладывал интернет? Начинаю рассказывать о том, как снимать, ну, как наша лекция звучит, как научиться, как научить. Как наша лекция звучит? Правильно. Интернет-видео, видео-продвижение в интернете. Вот. Развлекательный контент, вирусное видео. Всегда любил эти сложные формулировки, чего-то очень простого. В общем, перед тем, как начать заниматься производством видео и выкладывать это в интернет, не на уровне любительском, где вы просто занимаетесь цифровым экзабиционизмом, снимая то, что происходит у вас в жизни, выкладывая на YouTube, и зачем я это делаю, непонятно. Есть вторая версия, это... Второе направление, это делать это для чего-то. Вот если вы ответите вопрос, на вопрос, зачем это делать, на старте, то, в общем, у вас, наверное, все хорошо пойдет. Вот если... Ну, я, походу, буду рисовать, пока будет пауза в разговоре. Да, это YouTube. Варианта два. Вы хотите просто прославиться, вы хотите торговать, скажу грубо, торговать лицом, чтобы вас узнавали на улице, к вам подходили, с вами фотографировались. И второе, вы... Почему одно другого не исключает? Здесь просто, наверное, надо изначально понять, что слава приносит деньги, а деньги – это следствие славы. Я начинал... Ну, начнусь с такой историей успеха небольшой. Мы начинали совершенно не ожидая того, что у нас сейчас впереди. Мы... Я познакомился с человеком, с которым я до этого года учился в институте, даже не раз с ним не общался в одной группе. И как-то раз я рассказал ему одну абсолютно идиотскую идею, которая у меня в голову иногда приходит. И очень понравилось. мы объединились в некую подобие команды и сняли первый наш ролик. Абсолютно убогий и совсем смешной. Ну, неплохая идея, но он убогий и не совсем смешной. Пародия на рекламу Head & Shoulders. Может, кто это видел? Кто видел? Ну, ты совсем не знал. Такие. Хорошо. К сожалению, у меня их нет. У меня их не так много за 6 лет. Как у Моисея. За 40 лет у него всего 10 примерно интересного. Поэтому за 6 лет у меня даже их недостаточное количество. Если вы хотите на этом зарабатывать перед тем, как начинать это делать, то лучше об этом забудьте. Потому что, если начинаете с мысли о заработке, делая видео в сети, у вас, скорее всего, ничего не получится. Потому что это не совсем правильно рецепт начинать. Деньги в этом случае это побочный эффект. То есть вы должны немножко о других вещах заморочиться, о тему, например, как сделать так, чтобы видео было популярным. Я не знаю рецепта, как сделать так, чтобы видео было популярным в интернете. Я примерно представляю его себе. Но, к сожалению, готового рецепта его нет. Просто в природе. Есть определенный ряд тем, затрагивая которые, в вашем виде, вы можете привлечь внимание к какой-то, ну, немаленькой части аудитории. Если вы хотите эти темы записывать, я вам их буду медленно диктовать. Первая тема — это религия. Вторая тема — это секс. Третья тема — наркотики. Четвертая — дети. Пятая — политика. И шестая — это... Я религию говорил? Да. Религия первого. Ой. Животные. Дети. Да. Религия. Нет. Секс, наркотики, политика на... Смерть. Последняя тема — смерть. Я спонял. Если вы эти темы затрагиваете, не знаете, с чего начать... Про котяток я отдельно потом расскажу. Если вы хотите с чего-то начать, не знаете, с чего, затроньте эти темы, придумайте ролик, связанный с этой темой. Желательно какой-нибудь... Ну, тупо скажу, необычный. Если вы придумали ролик, и у вас есть ощущение, что вы где-то подобное уже видели, лучше этого не выкладывайте, примените то, что даже для вас будет смотреться в новинку. В эти темы всегда привлекает внимание какой-то аудитории. Если у вас изначально нет какого-то запаса своих зрителей, естественно, вы только зашли на рынок и не знаете, что делать, то выберите форму, в которой вы хотите существовать. В нашем случае достаточно много форм было. Одна из последних — это анимации, которые вы видели. То есть, когда мы начинали делать вот эти серии роликов про скандальные правды, сейчас еще один покажу, анимации в России, мало кто делал анимацию в России вообще. То есть, понятно, что если ты будешь первым в этом плане, то наверняка ты привлечешь внимание аудитории. Мы, да, мы привлекли, и плюс была идея. Сейчас вам еще один ролик покажу. Летом 2008 года на нефтяной скважине, принадлежавшей компании British Petroleum, произошла крупная авария, ставшая причиной самого большого экологического бедствия в истории Соединенных Штатов Америки. Контроль на ликвидации последствий катастрофы лично взял на себя президент США Барак Обама, ставший инициатором бойкота продукции British Petroleum на всей территории страны. Полное финансирование всех работ по очистке Мексиканского залива и близлежащих территорий приняла на себя корпорация ЭПО. За всю историю своего существования ни разу не замечены в благотворительных порывах. Так что же на самом деле заставило корпорацию, производящую самый продаваемый мобильный телефон в мире, участвовать в ликвидации последствий экологической катастрофы, отказавшись даже от помощи сторонних волонтеров. По данным рейтинговой комиссии США, ежедневно в мире продаются более одного миллиона телефонов корпорации ЭПО. Эта цифра почти в три раза превышает суммарное количество продаж телефонов всех ее ближайших конкурентов за неделю. Но как удалось компании осилить производство более чем 350 миллионов единиц на мобильных телефонах в год, владея при этом всего тремя заводами, мощности которых позволяют выпускать не более 10 миллионов единиц. Перед вами фотографии побережья Мексиканского залива, сделанные корпорации ЭПО сразу после катастрофы и быстро разлетевшиеся по мировым информационным агентствам. А теперь взгляните на материалы, сделанные любителями. Чистейший песок, ни капли нефти, лишь миллионы еще не вышедших на тот момент моделей айфонов. Так откуда же на самом деле ЭПО берет свои телефоны? Впервые догадки о залежах внеземных технологий на дне мирового океана стал выдвигать Жак-Ив Кусто. Он неоднократно описывал в своих дневниках уникальные находки, сделанные во время экспедиции. В июне 1997 года Кусто упоминает об одном устройстве, найденном на дне Мексиканского залива. Оно похоже на помещающийся в ладони телевизор и реагирует на прикосновение пальцев. На экране видны десятки пиктограмм, назначение которых я пока не понимаю. Оно выглядит простым и красивым. Это настоящее совершенство внеземного происхождения. После смерти дневники ученого были проданы с благотворительного аукциона. Новым владельцем уникальной записи стал Стив Джобс, основатель компании Apple. Спустя несколько лет после этих событий корпорация Apple покупает контрольный пакет акций компании Бритиш-петроли, мирового лидера по производству буровых океанических установок. Но еще через несколько лет Apple анонсирует выход своего первого мобильного телефона, который мгновенно захватывает мировой рынок. Да и как не захватить рынок, имея в распоряжении залежи, готовые к использованию инопланетной техники, требующей лишь клима в виде надкусанного яблочка. Трех заводов для такого производства вполне достаточно. И после всего этого что может быть проще, чем заставить весь мир верить в утечку нефти, прикрыв тем самым настоящую причину работ по очистке Мексиканского залива. Особенно, когда вам на помощь приходит президент США, показательно купающийся в якобы очищенной от нефти воде, тем самым закрывая обсуждение этой темы во всем мире. Но что будет, когда Apple исчерпает месторождение айфонов в Мексиканском заливе. Они пойдут на все, чтобы получить доступ ко второму крупнейшему источнику айфонов на планете, описанному в дневниках Пусто. И находится это место на территории Каспийского моря. Теперь Валерий сможет и просто обязан помочь своей стране. Отправь письмо со ссылкой на это видео в компанию Apple. Копию письма отправь в администрацию Владимира Путина. В теме письма напиши руки прочь от инопланетных достояний России. Реализуй свое право на безопасность своей страны. В основе всего всегда лежит идея. У меня есть такая красивая философская мысль о том, что в Библии описано, как Бог создавал землю за 7 дней. Но почему-то там не написано, сколько дней Он думал перед тем, как создать. Я не думаю, что... Я думаю, что процесс был гораздо дольше, чем 7 дней. В основе всего всегда лежит идея. Мысль, которую вы хотите выразить через определенную идею. В нашем случае этот формат скандальной правды такое определенное издевательство над телевизионными форматами. Стрессовое телевидение в виде НТВ, когда показывают какую-то чушь. Но люди поумнее, конечно, не смотрят и не реагируют. Но люди поглупее. То есть подавляющее большинство жителей России на это крайне остро реагируют. Я буквально вчера, когда ехал сюда, зашел на заправку и показывали передачу про Вангу, очередную сотую передачу, про очередное предсказание Ванги, когда она уже умерла лет через 50, до сих пор предсказывают. Крутая бабка. И там была история о том, как... В общем, она предсказала, что в ближайшем будущем, уже чуть ли не в ближайший год, будет Третья мировая война. И это показывает одному из ведущих телеканалов России. Зачем? Непонятно. Ну, естественно, понятно, да, он держит стрессе. И это такой был наш стек. Ничем не хуже по качеству, чем то, что показывают по телевидению. И, естественно, средства массовой информации обратили на этот формат внимание, потому что сразу куча вопросов. А зачем? А кто? Почему? А кто заказчик? Как и что? Следники и цели? Ну, никаких. Мы просто над вами издеваемся. Вот так вот. В основе лежит идея. Не важно, если у вас даже нет возможности. Я понимаю, что там технически не у каждого есть возможность поработать с хорошим аниматором, с оператором, с режиссером. У меня есть такая любимая любимый интерактив. Кто из вас какой из вас есть хорошие идеи, которые вы хотели бы сделать в видеоформате? Прямо вот отличные идеи. Понимаете, вы же не стесняйтесь. Это же круто. Хорошие идеи это всегда круто. Кто? У кого из вас нет возможности реализовать? Кто умеет снимать видео? Вот вы можете технически теоретически просто познакомиться с людьми, которые могут делать видео и у вас уже даже здесь команда может образоваться. По факту ничего сложного в производстве нет. Не думайте, что производство ролика такого качества стоит очень дорого и... Ну, это дорого. Продавать дорого. Заказчику дорого. Изначально... Можно вас будет для своего ролика снять после лекции? Ну да? Серьезно. Буквально на секунду 30. Тем более. Производство может свестись к нулю, потому что очень многие боятся начинать, потому что думают, что у них тупо не хватит денег на производство чего-то очень сложного, потому что идею свою лучше реализовать максимально хорошо, насколько это возможно и доступно для вас, потому что если вы реализуете идею так себе, то, естественно, люди, как я уже говорил, люди сейчас реагируют на качество того, что вы делаете и сейчас удивить людей просто съемкой тяжело, правда, потому что очень большой разброс разных видеопроизводителей есть, поэтому очень проблематично делать на низком качестве.